Тираспольская площадь На пляже и возле храма Фемиды Дураки и парковки Сальто на копейки возле куяльника Резонансное ДТП Обо всем этом прямо сейчас в телепроекте Седьмого телеканала Дорожной хроники С Сергеем Бандуром В правила дорожного движения Внесли очередные изменения Одни правки уже вступили в силу Другие только на подходе Поменяется ли что-то для рядового водителя Смотрите прямо сейчас Здравствуйте, с вами снова Дорожная хроники Мы продолжаем летопись Автожизни Одессы Время от времени законодатель Радует нас правками и изменениями В настольной книге каждого уважающего Себя и закон автомобилиста Правила дорожного движения Вот кое-что из новенького 4 апреля вступило в силу Постановление Кабмина номер 161 О внесении изменений в некоторые Постановления Кабинета министров Украины По вопросам безопасности дорожного движения Так в украинских ПДД появилось понятие Сервисный центр МВД Документом разграничивается Полномочия полиции и сервисных центров МВД в части согласования проезда Крупногабаритного транспорта Движение автоколонн Установление спецсигналов Утверждение маршрутов для учебной езды Переоборудование транспортных средств И другие моменты Внесены изменения в учебную программу По подготовке водителей В разделе медицинское обеспечение Не забыли и главный символ бывшего ГАИ Милицейский жезл Наконец-то отрегулировали Порядок использования жезлов Жезлом регулируется дорожное движение А диск с красным кругом Который в народе называют леденцом У нас только им можно останавливать Транспортные средства Либо же рукой Так что теперь взмах волшебной терно-белой палочки Водителям будет не страшен официально В общем, вроде что-то и поменяли Но рядовых водителей изменения по сути не затронут Кардинальных изменений, которые касались бы Правил дорожного движения Вступивших в силу на данный момент нет Ах да! В обновленных правилах Определение милиция наконец заменили на полицию А то как-то перед ребятами неудобно Впрочем, есть и более заметные наработки Так, Верховная Рада проголосовала законопроект номер 4246 О внесении изменений в статью 41 закона Украины О дорожном движении Согласно добавившемуся пункту Преимущества на перекрестках, где организовано круговое движение Предоставляются транспортным средствам Которые уже движутся по кругу Проще говоря, идем к общей европейской практике Где круг главный На данный момент эти правила унифицированы То есть они будут во всех городах одинаковые И преимущество будет иметь тот автомобилист, который уже находится на круге Впрочем, это нововведение в силу пока как раз не вступило Так что живем в ожидании очередных перемен В нашем снеге, в наших слезах и в пульсации Верн Перемен Мы ждем перемен За минувшую неделю патрульные полицейские на дорогах Одессы на нерадивых водителей составили 1136 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения Из них 431 за неправильную парковку и 61 за вождение в нетрезвом виде На штрафплощадку было эвакуировано 26 автомобилей-нарушителей Детальнее о происшествиях на дорогах нашего города расскажет спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко За прошедшую неделю на дорогах города произошло 168 дорожных аварий с механическими повреждениями А также 18 ДТП с пострадавшими В результате чего 21 человек получили травмы различной степени тяжести Хочу отметить, что увеличилось количество дорожных аварий с участием мототранспорта Водители еще не переключились, еще не всегда внимательны, забывают о том, что уже начался сезон И мотоциклисты, в том числе и велосипедисты уже выехали на дороги нашего города Поэтому водители должны быть внимательны, следить за ситуацией, смотреть в зеркала Что касаемо непосредственно мототранспорта, в особенности мопеда К сожалению, водители этого транспорта достаточно часто, даже не читая правил дорожных движений Выезжают на дороги города и начинают управлять транспортом и очень часто нарушат Поэтому первое основное, хочу напомнить, что водительское удостоверение у них должно быть Они обязаны пройти обучение в автошколе, получить водительское удостоверение категории А1 А также зарегистрировать свой мопед в сервисном центре О некоторых из происшествий детальнее Не вписался в поворот на въезде в Одессу в районе санатория Куяльник Вылетела с трассы и перевернулась в Камышах белая копейка Водитель с места происшествия скрылся Необычную находку в Камышах обнаружили под утро проезжавшие мимо автолюбителей Как удалось выяснить, ВАЗ-2101 с киевскими номерами слился с ландшафтом еще ночью Прибывшие на место копы участников ДТП не обнаружили, все разбежались А вот родственники владельца заявили, машину угнали Ну а это уже угнали, вот вчера в 12 ночи она стояла возле дома Утром стою, нету машины, а чаще же надо все знать Таня, я не понял, а где Петя поехал? Машины нету Как нету? Звоним, а он дома Да выйдешь на балкон, глянь, машины нету И он в милицию обратился Милиция говорит, сейчас мы вам позвоним И вот они прямо вскоре, прошло полчаса, может быть, сказали, что на повороте лежит вот на Куяльник Надежда Федоровна уверяет, ночью машина стояла на Заболотного Но неизвестные взяли ее покататься А то, что заезд закончился аварией, так тому еще есть даже мистическое объяснение Все из-за трех шестерок в номерном знаке Как там было на самом деле, еще предстоит разбираться копом В Суворовском райотделе открыто производство по факту угона ЧП на Киевской трассе недалеко от Клеверного моста Столкнулись внедорожник и грузовая «Газель» От удара фургона прокинулся посреди проезжей части Слышал, короче, удар зад, аж после как подлетела чуть машина Ее переворачивает на бок, ложит, ну, цепляет, считай, это вот И хорошо, что было окно открытое, я выскочил через это окно «Газель» вот эта хлебная объезжала какое-то препятствие В средней полосе двигалась И сзади в него въехал вот джип Водитель «Газели» отделался многочисленными ушибами Говорит, что все нормально, но по мужчине заметно, он в нервном шоке Водитель «Митсубиси» тоже на позитиве Говорит, у происшествия есть и третья сторона Там чуть-чуть дальше, метров 100 отсюда стояли ремонтники Трактор и КамАЗ перекрыв обочину и правую полосу «Газелька» объехала и решила, видимо, остановиться полностью Вот, я ехал позади него и, экстренно тормаживаясь, немножко все-таки его задел Узнать версию произошедшего у дорожников не получилось Их на месте происшествия банально не оказалось Так как авария случилась посреди трассы Чтобы не осложнять проезд, перевернувшуюся «Газель» вернули в привычное положение И отогнали на обочину Пометено, как она лежала Это уже с общими усилиями ее подняли сюда, переставили А вот чья вина в происшествии, еще предстоит разбираться следователю Базом об вас С такого не смешного «Каламбура» нашелся первоапрельский день дурака в районе Пересыпи На пересечении Атамана Головатого и Церковной столкнулись две легковушки Предварительная причина аварии – невнимательность одного из водителей Получается, ехал со стороны казачества В третьей полосе Проезжал, был зеленый, светофором Проезжал, доехал до перекрестка Включился желтый Заканчивал маневр Оттуда включился зеленый и машина проехала Начал двигаться оттуда и не успел раскочить Оттуда род десятка отлетела еще и в припаркованный у обочины микроавтобус Ее водителя с места ДТП забрала скорая По предварительным данным у него перелом руки Также госпитализация понадобилась дочери водителя шестерки Ребенка с рассечением увезли в больницу Крепкий сон – признак здоровой нервной системы У героини этого видео нервы, судя по всему, как канаты В понедельник вечером в районе Пересопского моста Проезжавшие мимо автомобилисты наталкивались на нестандартный ограничитель скорости На пешеходном переходе прямо на асфальте пластом лежала женщина Со слов очевидцев, гражданка была в охмелю и банально не дошла до койки Загорелась маршрутка ЧП произошло поздним вечером на углу Сигенской Армейской По словам очевидцев, водитель сразу высадил пассажиров и занялся тушением автобуса В результате происшествия никто не пострадал Причина возгорания также будет установлена только в ходе и по результатам экспертизы Какова причина? То ли это замыкание проводки, то ли это с чьей-то помощью Давайте скажем так Скандальный поджог в центре города В ночь на среду в одном из дворов по Екатерининской полыхнул элитный внедорожник Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала и сам инцидент и злоумышленника Чуть позже его с подельниками недалеко от места преступления задержала тактическая группа патрульной полиции Был слышен хлопок, похожий на то ли взрыв, то ли выстрел Подозреваемые пытались скрыться с места, однако были задержаны сотрудниками группы быстрого реагирования Пикантности ситуации добавило заявление советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка У одного из задержанных оказалось удостоверение сотрудника известного в узких кругах СМИ «Беспечный мисту» Написал он на своей страничке Напомним, что буквально на днях активисты этой организации фигурировали в конфликте с патрульной полицией Якобы один из них попытался проникнуть в здание управления на Королева Касательно злоумысленников с Екатерининской Сейчас решается вопрос о квалификации их действий При осмотре автомобиля Рейндж Ровер были выявлены механизмы А также в автомобиле задержанных механизмы, которые предположительно могли быть потом задействованы Для того, чтобы повредить больше, нанести повреждения больше транспортному средству Также есть предварительная информация, что эти люди уже и ранее бы участвовали в подобных правонарушениях Как бы там ни было, но отработали поджигатели качественно Восстановить Рейндж Ровер вряд ли удастся Загадка одного светофора – Среднефонтанская площадь На пересечении столкнулись ехавши со стороны красного БМВ И двигавшися от ЖД вокзала внедорожник Киа Автомобиль Киа решил проскочить и немножко не успел Заехал в бочину и теперь оправдывается, говорит неправду, что я ехал на красный Второй участник происшествия уверяет – он не виноват Но доказать свою правоту не может Камеры видеонаблюдения с окружающих домов в перекрестках не захватывают Машины стояли, начал движение, горела стрелка светофора зеленая Потихоньку, я даже стоял, оттуда машина Он говорит, что он на зеленый сигнал светофора Я на зеленую стрелку светофора ехал Его Киев потрепало не сильно, а вот над реставрацией БМВ Автослесарям придется попотеть Левая часть машины прочесана от капота до багажника Сделать будет дорого Владелец БМВ Вадим уверен – причина ДТП не столько в невнимательности водителей Сколько в неправильной организации движения на этом участке Аварии здесь не редкость Каждое утро сюда езжу на работу, то это шестая авария Именно на этом перекрестке, именно вот такая вот ситуация Очередной фортель от одесских маршрутчиков Воскресным утром на Ильфа и Петрова в карету скорой помощи Въехал рейсовый автобус Пострадали несовершеннолетний пассажир и водитель неотложки Хотел развернуться в неположенном месте улица Филатова Водитель Ауди, выезжая со дворов, попытался пересечь двойную сплошную В момент нарушения в автомобиль влетел спортивный мотоцикл Кавасаки После столкновения пилот перелетел через капот машины И прокатился кубарем по асфальту несколько метров Удар был такой силы, что на шлеме треснуло и слетело защитное стекло Мотоцикл уехал со стороны первой станции Водитель Ауди выезжал с придомовой территории И пытался пересечь двойную сплошную линию дорожной разметки Произошло столкновение С места ДТП водителя Кавасаки забрала скорая С внушительным набором повреждений Мотоциклисты повреждений, переломы ключицы Руки его забрали в скорую, в первую больницу Водитель Ауди на месте Это пожилой мужчина Со слов патрульных выглядит он трезвым На камеру не общается А вот его группа поддержки наоборот Общается слишком активно Перепалка с журналистами плавно перерастает в ругань с мотоактивистами Слово за слово для оправдания случившегося в ход идут уже совсем нелепые аргументы Мол, человек уважаемый, известный в городе врач А вы к нему из-за двух сплошных придрались А гомном вы называете человека Потеряйся 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 Иди с Богом Через некоторое время на место еще раз вызывают скорую На этот раз спасать нужно самого спасателя тысяч жизней Мужчину увозят в больницу копы, продолжают оформлять ДТП Инцидент случился на против дома номер 8 Так как после удара мотоцикл упал на встречную полосу движения А подбитый Ауди так и замер поперек проезжей части Перегородив еще полторы полосы Ехавший в вечерний час пик по своим делам Одесситы попали в солидную тянучку Субтитры создавал DimaTorzok